всем привет сегодня у нас очередная закупка и я вам хочу показать что мы купили закупаемся мы раз в неделю были сегодня в трех магазинах и в трех из трех магазинов как оказалось проблема с овощами свежими и фруктами нет фруктов и толком нет овощей есть какие-то уже подвявшие остатки поэтому овощей будет мало к сожалению покажу что мы купили на ближайшую неделю полторы купили мы шоколад к чаю такую большую мелку берем я обожаю вот такое с чизкейком и 44 таких взяли чай купили вот такой вот это лидловский чай хороший такой с бергамотом черный майонез купили масло подсолнечное вот такой вот это слабоалкогольный напиток с зеленым чаем же с мином и бергамотом вкусный алкоголь не употребляем здесь такое слабоалкогольное пиво и лимонад на пополам очень легкий хороший я люблю такой с бузиной чебрецом и лимоном огурцы соленые взяли сыр сухой чеснок закрашивался сыра мы взяли три сыр мы берем гауду мы брали 48 процентов жирности в прошлый раз я вообще не беру 30 процентный в прошлый раз взяла 30 процентный мне вообще не понравилось случайно взяла взяла творог 8 процентный в белье буду брать буду делать десерт сегодня тиранису поэтому буду использовать сгущенку наверное не сладкий йогурт и творог может сгущенку не буду потому что посмотрю первый раз будет маргарин делаю для выпечки хочу сделать луковый пирог и на печенье тоже 2 прок еще один майонез я стараюсь не употреблять но иногда или в салат еще одни огурцы морковь колбаса сыра копченая яблоки взяла буквально несколько штук потому что я буду были уже не свежие такие некоторые уже подвявшие вообще вовсе были поэтому взяла с того чтобы его выбрала печенье с андвич такое 2 упаковки взяли и хлеб 4 хлеба взяли часть из них часть заморозим чтобы не ездить вот на неделю нам должно хватить масло сливочное 3 получается мы взяли 2 молока плавленый сыр буду делать луковый пирог туда мне нужен будет плавленый сыр 2 не сладких йогурта взяла это и для выпечки и для тирамису буду тоже использоваться взяла желатин для тирамису сахар обычный кристаллический сахар и молодой картофель а теперь то что мы взяли лидл чипсы это с беконом кстати вот такие вот чипсы в лидл они недорогие но они очень даже неплохие вафли вот такие вафли это тоже в лидл я беру с какао и с ореховыми чем-то вкусные еще один чай черный вообще он раньше у лорд нельсон он раньше был неплохой а сейчас почему-то черный стал хуже по кашисту чай мне так кажется там 50 пакетиков до 50 золотистого слоеное листовое тесто как раз таки для тирамису взяла вот такие вот печенье для упаковки здесь 400 грамм по 200 какао очень хорошее какао такой вот на кто его делают ну скорее всего это немецкий для лидл хороший какао очень качественные касталу вот такой вот на лидл по моему там только такой и продается вот такие вот паштетики взяли на хлеб с огурчиком кстати огурец я уже убрала в холодильник мясо я вам такое вот уже показывала это как ветчина или мясо такое но оно такое вот влажненькое копченое арабское это именно в лидл такое продается йогурты в лидл три таких взяли или четыре 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 вот такие именно очень вкусные взяла фарш здесь полкило и это микс свиноговяжий фарш я буду делать блинчики с картошкой и с мясом пережаривать фарш с луком и добавлять картофель и блинчики буду делать в карантине сидим никуда не ходим кушаем чаще поэтому надо что-то такое что не каждый день готовить а что такое долгоиграющие буду делать блинчики давно хотела уже взяла для себя с кино и басиликом хлебцы попробую не пробовала такие в прошлый раз брала рисовые кстати это какие-то новые появились их там несколько вкусов это интересно еще взяли сгущенку сгущенку наверное белая обычно тоже возможно в тирамису если не в тирамису значит будут блинчики с сгущенками макароны вот это мои любимые макароны это из твердых сортов пшеницы они они недорогие качество хорошие продаются в виду комбина вот такая вот фирма хороший макарон и картофель мы еще взяли 5 килограмм картофеля доставать уже не буду картофель как картофель вот такая вот у нас закупка получилось это наверное неделю-полторы нам должно хватить мясом нас есть хотя возможно придется выйти еще за фруктами и какими-то овощами и да хочу добавить что все продукты в магазинах есть никакого ажиотажа нет все в порядке полки полные туалетная бумага на месте гречки тоже полно поэтому не переживайте все у нас есть все будет хорошо в магазинах стоят дезинфекторы на входе бесконтактные в некоторых перчатки стоят одноразовые на кассах поставили такое стеклянное ограждение чтобы люди не подходили близко и не кашляли не чхали например на продавцов потому что большой поток людей это понятно как-то ограничить их и в какой-то степени защитить вот так вот обстоят дела у нас так что пишите в комментариях как у вас стране обстоят дела с продуктами какая обстановка магазинах и вообще чем занимаетесь в карантине мы стараемся поменьше ходить на улицу вот только максимально растягиваем продукты чтобы меньше ездить в магазин занимаемся домашними делами и надеемся что скоро все пройдет пишите обязательно ваши комментарии под видео вот это все нам вышло на 1400 крон курс доллара я подпишу вот такая закупка у нас получилось это все что мы купили и сейчас еще буду снимать для вас наверное как раз таки карантинные будни новые рецепты буду готовить тирамису с импровизацией я всегда какие-то новые рецепты интервизирую готовлю интуитивно на свой манер что-то добавляю что-то покажу вам обязательно сниму сейчас рецепт и скоро выйдет на канале ставьте лайки подписывайтесь на канал и встретимся с вами в следующих видео всем пока а